Всем привет! Это декоративная косметичка июля. И начинаю я с обзора тональных средств. Первое, что у меня сейчас в руке, это тональный крем естественная безупречность. Я его достала из косметички и удивилась, почему он до сих пор здесь. Вообще его надо переложить в чемоданчик с моей косметикой, которая ждет своего часа, мои запасы. Почему? Потому что он очень легкий и при наличии летнего времени пигментации, которая проступает независимо от использования средств SPF, проявляется на лице и этот тональный ее никак не перекрывает. Я не хочу использовать ни какие-то дополнительные средства, ни корректоры, ни припудривать несколько слоев. Я хочу просто нанести тональный крем и покрыть, выровнять тон кожи. К сожалению, этот крем с этим не справляется. Если у вас ровно идеальная кожа, то вам он подойдет. А мне на летний период подходят вот эти два тональные крема. Во-первых, это Feel Fresh и во-вторых, это Stay On. Расскажу быстренько про каждый. Feel Fresh, я думала, что он будет тяжеловат для лета, поскольку дает такой влажноватый финиш. И мне казалось, что он будет жирнить лицо. Но ничего подобного не происходит. Прекрасно держится на лице, но похуже, чем, конечно, Stay On. Он хорошо перекрывает и, в принципе, у меня к нему никаких претензий нет, кроме того, что его тяжело разносить по лицу кисточкой. Просто тормозит кисть по лицу, как будто ты разносишь пластилин. Хотя на ощупь он ничем не отличается от другого тонального крема. Он такой же мягкий, может быть, чуть-чуть поплотнее, но все равно разносить его достаточно сложно. Это единственный его недостаток. Вообще он вышел в одном тоне, в одном оттенке. 61-28 подстраивается под тон кожи. И здесь есть SPF 15. Ну, хотя для меня SPF 15 это ничто. Пигментацию это не предотвращает. Если у вас кожа склонна, то SPF 15 это вообще ни о чем. А если у вас нет пигментации и вы боитесь, что она вдруг у вас когда-то появится, то SPF 15 тоже это не предотвратит, поскольку это очень низкий фактор. Ну, для города, когда ты выбегаешь из подъезда, садишься в машину, доезжаешь куда-то, выходишь и не находишься на открытом солнце очень долго. Я думаю, что этого достаточно. Следующее. Stay On. Очень спорный тональный крем, но мне он очень нравится. За его стойкость. Если вы знаете, что не будет дождя, если вы знаете, что вы не будете плакать, если вы знаете, что вы не идете в парикмахерскую, где вам будут мыть голову и случайно попадет на лицо вода, если вы не идете в бассейн, если вы не купаетесь на водоеме или знаете, что мимо вас не проедет поливальная машина и не обрызгает вас водой, вы можете смело этот тональный крем наносить. У него огромнейший тоже минус – это его неводоустойчивость. То есть, если на него попадает вода, он просто начинает стекать по лицу, как какая-то краска. Он может даже, если у вас вода с лица стекает и капает, то испачкать одежду. То есть, вот я не знаю, что это за такое свойство у тонального крема. Вообще впервые сталкиваюсь с этим. Но это действительно есть. Я попадала с ним под дождь. Это было страшное зрелище, что у меня было на лице. Но, например, сегодня он у меня сейчас в данный момент на лице. И прекрасное покрытие с первого слоя. Наслаивается замечательно. Никаких корректоров я не использовала. Всю пигментацию, все, что мне нужно, закрыла. Все прекрасно, все работает. И огромнейший плюс его в том, что вот я сейчас утром нанесла его. Вечером я приду с работы в полшестого. И у меня будет на лице примерно то же самое. Он никуда не денется. Вот если на него не попадает вода, он никуда не денется. Вот это большой плюс. И я его периодически наношу, когда знаю, что не попаду под дождь, например. И очень-очень им довольна. Буду его покупать дальше. Поэтому покупайте и вы, но с осторожностью. Следующее, что у меня в косметичке, это пудры. У меня пудры сейчас на данный момент две. Одна матирующая пудра Путь к совершенству 61-12. Она уже заканчивается. И из этой линейки 61-12. Мне нравится меньше, чем 61-15. Которая потемнеет тенком. И она почему-то перекрывает лучше. И на лице смотрится иначе. Но поскольку у меня это светлое есть, я еще не с загорелым лицом. Я ей пользуюсь. Ну и вторая пудра, которую я купила совершенно недавно. Это пудра от Марии Вей. Называется Sweet Light 6179. И вот эта пудрочка мне, конечно, нравится больше. У нее сразу шикарное покрытие на лице. Она выравнивает просто тон. Ну вот в данный момент у меня на лице вот эта матирующая пудра поверх тонального Stay On. Допустим, если я прихожу вечером и снимаю видео, вот эта пудра ничего не перекроет. То есть где-то тональный крем, допустим, если я использую Feel Fresh, он к вечеру немножко все равно куда-то девается, теряется с лица. И я использую вот эту пудру. Она ложится даже вот таким плотным слоем, что все скрывает. Очень ровно делает лицо. И было заявлено у этой пудры в свойствах, что она каким-то образом сглаживает поры. Действительно, это свойство в нее есть. Но оттенок у нее потемнее. Поэтому все-таки лучше ее использовать, когда лицо немножко подзагорит. Если бы я сейчас эту пудру нанесла на лицо, было бы слишком заметно. Особенно при таком естественном освещении утреннем. Была бы заметна разница между оттенком шеи и лица. Но я эту пудру, девочки, рекомендую. Она мне безумно нравится. Дальше. В качестве румян я использую пудру. Это серия Secret. Предыдущая линейка. И была вот такая пудра в линейке. Я вам уже показывала, тестировала. Макияж делала с этой пудрой. И сейчас у меня она вместо румян нанесена. Честно говоря, в качестве пудры она тоже была бы темноватой. Она не загорелое лицо. Пыталась я пользоваться хайлайтером отдельно. Но, вы знаете, мне не понравилась именно вот эта вот, вот эта часть в качестве хайлайтера. Поскольку дает вот такие прям белые пятна. И как бы я не пыталась нанести иначе, может быть, тоньше. Друг спонжем там еще чем-то не выходит. Выходит прям какими-то белыми пятнами, аж синюшными. Мне не нравится. Поэтому я просто беру кисть для румян. Все вместе оттенки стараюсь наносить. Единственное, что светлый оттенок, он самый рыхлый. И его набирается очень много. Даже видно, наверное, не знаю, видно нет. Но его использовано больше всего. Здесь большая граница. А вот эти оттенки достаточно твердые. И нашей кистью наносить их тяжеловато. Я даже сейчас покажу вам, что вот я на палец наношу, наношу, набираю, набираю. А не набирается ничего. Но зато естественный такой румянец получается. И мне нравится. Хотя иногда подбешивается. Набираешь, набираешь на кисть. Нанесла румяну. Ничего нет. Ну, потом я одергиваю себя. Я говорю, Марина, ну ты же не румянами пользуешься, а пудрой в качестве румян. Поэтому узбогойте и нормально красьте. Вот примерно так я думаю. Хотя, мне кажется, если кожа будет загорелая, то смешав все оттенки, можно будет и припудриться. Следующее в качестве хайлайтера, конечно же, у меня незаменимый Катрис. И оттенок 010. Он единственный этот оттенок. Я бы, конечно, купила еще цвета шампанского. Вот такой же хайлайтер в таком же объеме. Казалось бы, его здесь очень много. Но на самом деле, мне вот в самый раз. Я бы купила еще потемнее, но почему-то он только в одном оттенке. Нашей кистью для румяна. У меня, кстати, куплено две кисти для румян. Одной я пользуюсь как румяна, другая для хайлайтера. И вот такие слишком пигментированные перламутровые текстуры. Этими кистями хорошо наносить, поскольку они не ложатся слишком большим перламутром. А пигмент переносится очень деликатно. Следующее, что у меня сейчас просто на каждый день, это тени из палетки Secret. Secret Story 5621. Зеленые оливковые. Я подвожу подводку, делаю самым темным оттенком, зеленым изумрудным таким. И немножко наношу под бровь и на верхнее веко, на верхнюю вот эту часть, сейчас покажу вам, на подвижное веко наношу вот этот светлый оттенок. И он очень красиво лежит. Ну, а остальное веко все затушевываю. Сейчас покажу. Это тоже тени буржуа. Обожаю эти тени. Ну, вы можете посмотреть макияж, как я все это делаю. Вот такие тени запеченные буржуа, очень твердые. И пока ты их оттуда выковыриваешь, они даже могут крошиться. То есть, наносить их трудно, но они дают едва-едва заметное какое-то подсвечивание века. Я веки ничем не тонирую. То есть, я наношу тональные веки, оставляю, они отличаются по цвету, они темнее, чем мое лицо получается. И для того, чтобы выровнять, я наношу вот эти тени и получается, ну, на мой взгляд, очень даже ничего. Следующее, что у меня, это для бровей карандашик 55-65. Вот такой маленький он у меня уже остался. И гель для бровей Artvisage. На самом деле, он продается прозрачным, но со временем на него переносится карандаш. То есть, сначала карандашиком я немножко бровки подвела, затем беру вот этот гель и он перенял просто на себя оттенок карандаша. Я не знаю, у меня дочь тоже таким пользуется. У нее уже третий или четвертый, а я все первые никак не могу использовать. То ли маленький слой накладываю, то ли что. А еще у меня также, до сих пор пользуюсь, закрашиваю венки около переносица, которые у меня прям голубые такие, синие, очень близко расположены к поверхности кожи и очень сильно просвечивают. И все-таки я переходила, кстати, вот на этот корректор и пыталась здесь закрасить. Нет, не справляется, не справляется. Дает какой-то желтоватый оттенок. Хотя это слоновые кости, тут не должно быть желтого пигмента. Но нет, есть тут желтоватый прям такой пигмент. Он должен перекрывать синеву, но не перекрывает. А Катрис камуфляж замечательно перекрывает. У меня оттенок 0,20 Light Beige. По поводу вот этого корректора, да, я периодически говорю, что он мне не нравится. А в последнее время я его оценила, знаете, в чем? В том, что иногда выскакивает какой-нибудь прыщик, ты тональным его замазываешь. Потом, пока наносишь пудру, тональность с него снимается, и его опять видно. Такое со мной случается часто. И вот на пудру вот этот корректор наносится просто замечательно. На светлый оттенок кожи он прекрасно ложится поверх пудры, и его незаметно. Какой-нибудь прыщик, какую-нибудь пигментацию поверх уже пудры просто замечательно. Хвалю его, даже купила оттенок потемнее, и поэтому рекомендую именно вот такой способ нанесения. Если вы его уже закинули в дальний угол от того, что он у вас ничего не корректирует, попробуйте именно такой способ. Следующее, что у меня в косметичке, это блер-крем. Никак он у меня не закончится. 15 мл, мне кажется, мне бы хватило трех. Если бы выпускали упаковку 15 мл и 3, я бы взяла себе 3, и мне бы его хватило на год. Этот блер у меня с самого момента его выпуска, и он не заканчивается, ну и не портится. В общем, я периодически скрываю морщинки, гусиные лапки, но не сегодня. Сегодня у меня его здесь нет. Следующее, что у меня в косметичке, это тушь для ресниц. Тушь для ресниц у меня в трех вариантах. Ну, конечно же, это Push Up, конечно же, это оранжевая тушь и Fly Lashes за 99 рублей, которые у нас уже второй или третий раз продают в каталоге за 99 рублей. И вот эти две у меня сейчас используются меньше. Представляете, я изменила свой Push Up и пользуюсь Fly Lashes с удовольствием. Просто с удовольствием пользуюсь этой тушью за ее цену. Безумно довольна. Кремообразная текстура в два слоя. Вот сейчас она у меня на ресницах в два слоя. А еще, знаете, что, не знаю, видно вам или нет, реснички у меня немножко поблескивают. Угадайте, что я на них нанесла. Я рассказываю, вчера пришла в Золотое яблоко. И у меня знакомый консультант на марке Yves Saint Laurent стоит, а у нее красиво поблескивают ресницы. Я говорю, что у тебя на ресницах? Просто что-то божественное. Она говорит, это вот специальная тушь Yves Saint Laurent с глиттерами. Черная тушь, и в ней глиттеры поблескивают. Я, конечно же, подкрасила, взяла тестер, подкрасила. Стою тоже, ресницы сияют. Я говорю, сколько стоит, Наташа? Она говорит, 2600 рублей. 2600 рублей! Я уже, я даже не представляю, что бы я купила из косметики за 2600 рублей. Это было когда-то давно, когда я тратила такие деньги. Я думаю, так, ладно, посмотрим. Пришла домой, достала свой глиттер 5342, нанесла на кончики ресницы, получила, девочки, абсолютно такой же эффект. Вот так за 100 рублей средство может заменить Yves Saint Laurent за 2600 рублей. А самое интересное было, когда я этот глиттер начала смывать, почувствовала запах, запах нашего глиттера. Вы не поверите! Я, когда начала смывать ресницы, я чувствую этот запах и думаю, да, да это же наш глиттер, уже пахнет точно так же! Причем, когда я наносила Yves Saint Laurent, я этого аромата не чувствовала. А при смывании я очень его почувствовала. Она чувствуется уже сразу в баночке. Абсолютно такой же аромат. Видимо, состав очень-очень похож. Я это подозреваю, что это именно так. Ну, еще у меня в косметичке есть жидкие тени и глиттеры в бежевых тонах, но почему-то они у меня никак не приживаются. Есть у меня тушь Stay On, но это просто потому, что я ее тестировала, и она водостойкая. И, кстати, да, я обещала вам про нее рассказать. Тушь действительно водостойкая. Сзади, не знаю, что с ней случилось, но вот вы видели, я макияж делала, ресницы накрасила красивой, большей. Она не осыпалась, но как будто растворилась немножко с ресниц. Я пыталась ее смыть водой. Водой она у меня не смывалась, а она немножко жирная века. Немножко отпечаталась. Вот это было очень странно. Ну, хотя не странно, ведь жирными текстурами она смывается, значит, она может и отпечататься. А водой не смыть совершенно. Я ее смывала двухфазной жидкостью. Это вообще не мой вариант пользоваться водостойкой тушью, но я говорила, что я ее купила для определенных целей. Если я поеду на море, то для фотосессии мне надо будет накрасить реснички, а потом пойти и купаться еще три часа в воде. Точно она не подведет. Предыдущая ее версия не подводила, это тоже не подведет. В общем, тушь мне понравилась. Я могу вам ее рекомендовать, как водостойкое свойство у нее 100% присутствует. Ну, также у меня здесь еще палетка, наша скульптурирующая палетка. Я перестала ей пользоваться, поскольку перешла немножко на другой тип румян. Вы видите, да, эти были бы немножко поярче. Я немножко от них устала, от этих ярких румян. Ну и что еще я вам не показала, я вам не показала, чем я пользуюсь для губ. Лето, хочется что-то полупрозрачного, легких текстур. И у меня прям в ходу блески для губ. 44066 сейчас у меня на губах, вот эта малышка. Затем из этой же серии 44065 вот такой бежевый, который дает, конечно, больше перламутра, чем вот этот розовый. Это два моих любимчика. В следующем каталоге в 11-м вроде будут они по акции за 119 рублей. Возможно, я прикуплю еще какой-нибудь оттеночек. Ну и, конечно же, мои любимые блески от Марии Вэй. Я им не изменяю и сейчас больше использую 4725 вот этот персиковый оттенок. Он мне очень-очень-очень нравится. Это те средства, которые можно наносить на губы не глядя, не бояться где-то промазать немножко лишнего. Хотя вот бежевый может, конечно, быть виден, если нанести его неровно. Ну а вот эти два розовеньких, они просто шикарны, просто замечательно ухаживают за губами. После них губки ровненькие, после них губки мягкие. Девочки, я вам рекомендую. Тоже будет со скидкой в 11-м каталоге. И вот эти, и вот эти. Попробуйте, я думаю, что вам понравится. Ну, на этом все. Я, мне кажется, рассказала вам про декоративку все. Большое спасибо за просмотр. Если хотите покупать со скидкой, проходите по ссылке под этим видео. Буду рада вас видеть в своей команде. Получите скидку 20%. И меня, как помощника в компании. Подписывайтесь на мой канал, если вы впервые зашли. Нажимайте колокольчик, для того, чтобы не пропустить очередные мои видео. Ну, а с вами была Марина Соловьё. До новых встреч. Всем пока.